Но если среди вас сегодня есть такие, кто чувствует на основании услышанного или пережитого ранее, что у вас есть проблема, проблема с бесами, в вашей жизни есть такая сфера, которая не под контролем Иисуса и не под вашим контролем. Может быть, вы контролируете вашу жизнь на 90%, но есть эти 10%. Может быть, это ваш темперамент, ум, может быть, интимная жизнь, может быть, ваши отношения с другими людьми. Есть такая сторона, где вы нуждаетесь в освобождении. Я хочу помочь вам. Я помог и думаю, что могу сказать об этом вполне серьезно. Сотням тысяч людей это срабатывает. Тем из вас, кто хочет получить помощь именно здесь, я предложу через несколько минут получить помощь именно здесь. Я предложу вам через некоторое время встать и помолиться. Вы будете молиться не мне, вы будете молиться Иисусу. Помните, есть только один освободитель, и как его зовут? Иисус. Если вы желаете освободиться, вам нужно прийти к освободителю, другого выхода нет. Иисус сказал, что приходящего ко мне не изгоню вон. Если вы придете, он примет вас. С большими собраниями я пользуюсь другим методом. Почти две недели назад в Новой Зеландии в одном из собраний Вильнгтона было примерно 2000 людей. И этот метод сработал для 2000 и сработал самым замечательным образом. Я никогда не видел, чтобы так много людей освободилось за такое короткое время. И вот что я предложу вам. Я предложу вам помолиться вслед за мной, что даст вам возможность смириться, прийти к Иисусу и подтвердить, что вы соблюли условия, понимаете? Я вложу слова в ваши уставы. Вы отречетесь от оккультизма и всякого контакта с сатанинской силой. Вы простите всех, кто когда-либо навредил вам или причинил вам зло. Вы освободитесь от всякого проклятия над своей жизнью, и вы сделаете это верой без понимания. А затем вы представите себя Иисусу, как кандидата на освобождение. А когда вы скажете молитву и соблюдете все условия, то в конце вы скажете «Аминь». Хорошо? Когда вы скажете «Аминь», больше не молитесь. Молиться – это очень религиозно. Хорошо звучит, но молясь, вы держите бесов внутри, понимаете? Они не могут выйти из-за вашей молитвы. Не говорите на языках. Говорение на языках чудесно, но опять-таки оно дает точно такой же результат – держит бесов внутри. Это похоже на то, как машина скорой помощи или полиция едет по дороге со звуком сирены. Все остальные машины сворачивают на обочину и позволяют им проехать, вот как бесы выходят. Дайте им дорогу. Высвободите их, выпустите их. Я сказал, что вера без дел мертва. Не я сказал, а Библия. Поэтому, когда вы скажете молитву, то не оставайтесь пассивными, ожидая чего-то. Сделайте одну очень простую вещь. Начните выдыхать. Выдохните. И очень скоро, если у вас есть проблема, вы заметите, что начнет выходить что-то большее, чем просто человеческое дыхание. Вот что вам нужно. Когда это случится, вы можете сделать что-то, выходящее за рамки, что-то не очень религиозное. Если вы решите соблюдать приличие и быть религиозным, то вы потеряете то, о чем молились. Выбор за вами. Я предлагаю вам расслабиться и выгнать. Я всегда говорил людям, что дьявол не джентльмен. Он приходит без приглашения, и его обычно нужно выставлять пинком. Выпихивайте его всем, что у вас есть. Не жалеете его, ненавидьте. Послушайте, ненавидеть дьявола не грех. Грех как раз наоборот. Не ненавидите его. Быть пассивным и безразличным. Вот грех. Пожалуйста, те, кто хочет помолиться этой молитвой, сейчас встаньте. У нас не больше трех минут. Теперь мы будем молиться Иисусу, освободителю, не брату-принцу. Я попрошу вас сказать эти слова. Все они из Библии и того, чему я учил. Окей? Господь Иисус Христос, я верю, что ты Сын Божий и единственный путь к Богу, что ты умер на кресте за мои грехи и воскрес из мертвых. Сейчас я прихожу за твоей милостью и прощением. Я верю, что ты действительно прощаешь меня и принимаешь меня как свое дитя. И потому что ты принимаешь меня, я сам принимаю как дитя Божье. И сейчас, Господи, ты знаешь о мучащей меня проблеме, об этих бесовских влияниях, которые мучают меня. Господи, я хочу соблюсти все условия и принять Твое освобождение. Прежде всего, я прощаю всех, кто сделал мне зло или навредил мне. Сейчас я прощаю всех. Теперь делайте паузу и перечислите по именам всех, кого вам нужно простить про себя. Господи, я простил всех этих людей. Я расстался со всей горечью, всякой злобой, всякой ненавистью и бунтарством. И я верю, что ты простил меня. Благодарю тебя за это. Я также отрекаюсь от всякого контакта с сатаной, с оккультными силами, с тайными обществами, со всем, что на территории врага. И каюсь, что был на той земле. И поворачиваюсь спиной ко всему этому. Также, Господи, если над моей жизнью тяготеет проклятие, я благодарю, что на Христе ты стал проклятием, чтобы я мог был искуплен от проклятия и принял благословение. И сейчас я заявляю о своем праве на это освобождение от проклятия и овладения благословением. И сейчас, Господи, я хочу противостать всем злым духам во мне, которые занимают какой-то участок моей личности. Я хочу сказать тебе, что я ненавижу их. Они мои враги. Я не примирюсь с ними. Я не пойду на компромисс с ними. Их больше не будет во мне. Я выступлю против них с Твоей властью в имени Иисуса. Я повелеваю им покинуть меня. Я изгоняю их прямо сейчас во имя Иисуса. Аминь. Хорошо, больше не молитесь. Я закончу молитву, а вы выпустите духов. Начните выгонять их прямо сейчас с верой. Теперь, Господи, как Твой слуга и представитель сегодня, под властью руководства во имя Иисуса устанавливаю господство над всеми злыми духами, от которых отреклись, и повелеваю им выйти во имя Иисуса. Освободи их, этих людей, сейчас и навсегда во всемогущее и побеждающее имя Иисуса Христа. Я подтверждаю, что Иисус Христос Господь над всем этим собранием. Он нанес поражение сатане. У него ключи ада и смерти. Ему дана вся власть на небе и на земле. Сатана, ты подчиняешься нам во имя Иисуса. Ты должен нам подчиниться. Ты должен уйти из этих людей. Нет выбора у тебя. Библия говорит, что ты обязан уйти, и ты уйдешь, сатана, во имя Иисуса. Аминь. А теперь получите полное освобождение. Освободитесь от всего. Как только присутствие помазания, вы можете освободиться от всего. А когда помазание уходит, сделать это гораздо труднее. Вот так. Не думайте о тех, кто вокруг вас. Не думайте о причинах. Оно вернется к вам через некоторое время. Вот так. Благодарю тебя, Господи. Благодарю тебя, Отче. Благодарю тебя, Господь Иисус. Досвятится имя Твое. Хвала имени Твое.